Всем привет, котята! Меня зовут Лана, и это будет очень странное видео, но я надеюсь, что интересное. У меня есть национальная карточка, и здесь сказано, что я вообще-то норвежская кошка. Есть такая порода? Кстати, интересно. Я же все хорошо. Ну, британская точно есть, норвежская. Я хочу сказать, что не так тут и безопасно. Вообще-то, посмотрите, поскользнулся на лавочке, вот смотрите. О, господи! Я вообще статуей стала, как так понимать? Все, поскользнулся. Где Ульяна? Смотрите, ничего себе, это как. Я вообще, ну да, я отдыхаю. Где Ульяна? Это хороший вопрос. А лучший вопрос, где мы? Мы не просто, да, это мы увидели. Мы не просто так решили прийти и снять видео про Норвегию, но не Швецию. Смотрите, вот мне кажется, я не знаю, что здесь написано, но мне кажется, что это не Швеция. Типа, это Норвегия. Ну, как будто. Хотя, может, какое-то ругательство не читайте. Если вы знаете скандинавские языки, если там что-то ругательское, вы не рассказывайте. Так вот, мы в Норвегии буквально все втроем сейчас в одной квартире. Возможно, будет ром-тур, потому что я очень постаралась и нашла очень хорошенькие квартирки, жилье до Викимона. Нам понравилось, да, мы не знали. Нам очень понравилось, да. Вот, и да, мы все втроем, поэтому, возможно, звук у кого-то не такой, еще что-то. Подушки шуршат. Тут даже на русском, где скоро будет карта. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы приехали сюда, ну, вернее, сюда, прямо в Норвегию, в Осло. Мы в Осло. На, да, не на велосипедах, на автобусе. Ну, было бы, кстати, мне кажется, вышло бы хорошее приключение, если бы на велосипедах приехали в Осло. Как это сильно. Ну, а сейчас мы поедем... Так, а куда мы поедем? Вот, видите, это Гётебург. Это мы оттуда приехали, буквально. Оттуда мы приехали. Мы из Белграда, да, в Белграде мы встретились и со спокойной душой полетели в Гётебург. Если что, да. Для того, чтобы потом, да, уговоритый. Ну, да, чтобы в Осло доехать. Если что, я в Белград прилетела только, когда, позавчера? У меня вообще с корабля напал. Да, ну, да. О, Осло! Осло! В Осло нельзя. Куда ты? Где ты? Что? Почему нельзя? В Осло не... А мы приехали. Можно. Нам туда как раз надо, в смысле. Ну, ладно, поехали в другой норвежский город. Тут какой-то другой. Собственно, карта вообще про него. Нас, наверное, в Гётебург тоже не пустят, потому что это какой-то халдер. Ну, поехали, посмотрим. Тут все так аккуратненько. Так, не превышайте скорость 50 км. Нет, нет, нет. О, мы уже въехали. Да я, мне кажется, больше не могу. А, уже все, уже мы здесь. Уже приехали, да? Там что-то есть такое интересное. Макдональдс. Кстати, тут реально есть Макдональдс. Так, кошка Лана забыла сказать, что нужно подписываться на наш телеграм-канал, потому что там будут фоточки, там будут, возможно, кружочки. И я думаю, что именно туда мы запостим рум-тур, а не на YouTube. Потому что на YouTube такое постить, это такое себе дело. Да. Так что ссылочка в описании, ребят. Я застряла. А как смотреть? А-а-а. Просто прыгни. Ты отстревай, пожалуйста. Идем пешком. Все, мы приехали. Ну, мы вот тут походим. Ладно. Слушайте, а у вас тоже есть 5000 крон. Да. Это много. Сколько? Это 45 тысяч чего? Ну, это... Рублей? Ну, рублей, как минимум. Нормально. Только-то еще можно и пожить, и покушать чего-то. А-а-а. Чего тут запрещен Кит-кат? Ребят, кто знает? В Норвегии запрещен Кит-кат? Ульяна, мы сейчас с тобой ходили по магазинам. А я не встречала, кстати. Да, я не видела. Я видела какой-то... Почему они против Кит-ката? Кит-кат. Там тоже был такой шоколад с вафелькой, но не Кит-кат назывался. Так, помимо того, что он запрещен, он еще около полицейского участка запрещен. То есть, прям серьезно, как будто их разыскивает полиция. О, боже мой. Я хотела выдвинуть теорию сейчас и сказать, что он такой красненький, а там в Норвегии красненькие лицеветы, типа, нельзя, чтобы сочеталось. Но я не знаю, почему у меня такая теория в голове. Наверное, это неправильная теория. Так, Лан, что значит... Лан, вернись. Что означает этот знак? Так. Ой, что тут... Внимание, крестики. Уступи дорогу, крестики. Пресечения дорог? Я не знаю. Вы не права, да? Ну ладно. А что это? Что это значит? Я думал, вы мне скажете. А-а-а. Это не пресечение дорог? А-а-а. Мне кажется, что это что-то помнит. Внимание перекрестков какой-нибудь не знаю. Типа, нерегулируемый. Имеется в виду, что... Это вообще не перекресток. Ну так, равнозначные эти, то есть помеха справа. Это просто к полиции. Работают. У них машин нет. Так только направо нельзя поворачивать. А куда здесь... А что это такое вообще? А смотри... Гораз? А, заспавните машину. А как? Не дай, мы не работаем. Смотри, смотри. Я села куда-то. Я машина. Ты машина. А ты можешь ехать? Я тоже. Ой. Нет, я могу только лежать, если меня пнут. Игры, конечно. А мы можем перелезть через забор? Можем перелезть через забор. Не, повторяйте. Вот это вот, я думаю. Вы чего? О, смотри, а вот это Жиза. А вот это Жиза, смотри. А вот это Жиза. Ну, немножечко нет, потому что здесь должен быть бордюрчик такой. А вот тут еще выше бордюрчик. А не вот так, чтобы вровень с дорогой, потому что так нет. О, зеленый. И не ходить по велосипедной дорожке. Иногда было и так. А вы ситуацию не хотите рассказать, как мы в Швеции, в Гетербурге, в Гетербурге, ну, все, ну, в общем, шли в отель, и там перед нами шли люди. И один человек шел пешком. Ну, там рядом, получается, дорожка пешеходная, а рядом для велосипедов. И человечек идет, он тянет велосипед в руках и идет, ну, по пешеходной дорожке, а велосипед тянет по велосипедной дорожке. Это так смешно выглядело. Просто по правилам, максимально, да. Но потом эти люди, возможно, не эти, а другие, переходили на красный свет дороги. Кажется, эти, да. Ну, что? Ну, где нарушил, там, и... Ну, в общем, надо соблюдать. С одной стороны. Вот, с другой стороны нарушать. Получается баланс. А у вас тоже в руках есть какой-то квик? Кто-то там, кто это? Квик. Есть такой, да, луч. А, это, наверное, местный шоколад. Может, это та замена... Ладно, я видела ее, да, я видела ее. Мы должны ее купить. Ребята, ставьте лайки, чтобы мы купили и рассказали в Телеграме вам, насколько это вкусная шоколадка вообще. А еще, когда мы проходили границу, тетенька такая, а вы знаете, что здесь очень дурь? А у вас есть вообще деньги? А вы дай сколько? А вы забронировали все? И она нас так пытала, но зато, поскольку Ульяна была впереди, а я говорю, а вы одна тут или еще с какими-то вот этими с красными паспортами? А Ульяна говорит, нет, а еще она нас позвала, и мы, блин, прошли вне очереди. Вне очереди, потому что мы были раскиданы по самолету, мы летаем, очевидно, лоукостерами, потому что, в общем, да, лоукостерами мы летаем. Вот. И нас раскидало по самолету, а Ульяна сидела вообще сзади-сзади, там 30-е какие-то места, она вышла в заднюю дверь и максимально быстро попала на паспортный контроль, и это прям нам помогло. Я даже испугалась, думала, что-нибудь туда пойду, мне туда пришла. И мы были... Оказывается, что туда. А мы были вообще в конце очереди, и Ульяна пишет, а что делать? И я побежала, потому что у меня в телефоне все бронирования, я же ребятам не показывала бронирование, чтобы они фотки ваше время не увидели. Это был, ну, типа сюрприз, потому что достаточно симпатично выглядящий. Да, очень круто, очень круто, ребят. Пожалуй, вот за вот эти два дня это лучшее, что мы вот... В прошлом году мы путешествовали по Европе, я думаю, вы помните, у меня там еще телефон украли. Было, да, было. Да. Вот, о, смотрите, тут кто-то живет. Ух ты! А постучать? Без мебели. А тут это в аренду сдается, мебели нет. А, ну ладно. Все хорошо, он еще что-то... Вот тут тоже никого еще нет. Можно... Живите, кто хотите, называется. Как вам? Нормально. Интересно. Да. И, пожалуй, за все время это... А тут надо прям встать. Закрыто. Что? Я тоже нажимаю, ничего не работает. Мы свет включили. Сами? Не знаю. Там собор какой-то. Я хотела на экскурсию... А, это церковь, наверное, да? Ну да, да. Ну, оно закрыто. Ну, и ладно, пожалуйста. Ну, и не нужно. Пойдемте погуляем по этому городу, который не ослан, но очень похож. Вот. И, пожалуй, вот это вот, то, что мы сейчас живем, вот эти вот парочку дней, это лучшее, что мы арендовали. И, кстати, не так уж и дорого. Я вообще довольна. Несмотря на то, что эта тетенька на границе нас пыталась напугать и сказать, у вас вообще есть деньги? Да, да. А у нас же все на карточках, все деньги. И она спрашивает, что, деньги есть? Я говорю, да, есть карточка. Говорю, и немножко наличных. Она говорит, сколько наличных? А я такая, ну, 300 евро. Она говорит, вы знаете, что там все очень дорого? Можно, можно я скажу? А мне она такая, а вы русский? Да. А вы знаете, что российские карты не работают? Я говорю, знаю, спасибо. Спустя сколько времени я так решила тебе рассказать. Она видела, сколько у тебя штампов в паспорте разных стран, нет? Ну, она листала, ее, типа, это не переубедило. Ну, понятно. Да. Ну, вот, короче, примерно так. Мы приехали. Немножко, наверное, все-таки город не похож на вот этот вот, где мы сейчас находимся. Немножко. Ну, да. Ну, вообще-то мы совсем. Ну, вообще, прикольно. Мне очень нравится. Где, кстати, буква вот эта их? Вот эта. Ну, возможно, она не у них. Возможно, она в финском и в эстонском, по-моему, если не ошибаюсь. Просто она звучит, как это О и сверху две точечки, как ушки. Это очень удивленный человек, ребят. И она должна звучать как средняя между О и Ё. То есть, вот. В финском, насколько я, если не ошибаюсь, это значит ночь. Но здесь нету. Здесь О перечеркнуто. А они должны быть с точечками. Где О с точечкой? Ну, другой язык, наверное. Пойдемте туда снова, пойдемте в другую сторону. Непонятно. У нас, кстати, велосипеды. Опять через забор. Я не знаю другого пути. О, велосипеды еще, смотрите. Макдональдс есть. Да. Кстати, а вы знаете, что в Швеции, ну вот мы были в Гетебурге, и там не было Старбакса вообще? Да. Да. Собственно, кружку. Я первым делом, ну не первым делом, но я просто загуглила и думаю, ребята, нам нужно туда. И я загуглила и не поверила своим глазам, его там не было. Ужас. А у нас как бы хобби коллекционировать кружки из Старбакса. Вот так вот. Причем я себе привезла, и у меня слишком много кружек, и я из них не пью. Жиза. Они просто стоят с коробочкой. Да, 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 жиза. Да. О, подождите. А туда куда? Пойдемте туда сходим. Страшно, конечно, ночь. Пойдемте. Но кажется, здесь довольно безопасно, потому что, а вы знаете, как мы заселялись? Возможно, в рум-туре. Ой, ребят, вы в порядке? Возможно, это умеется. Тут они в порядке, потому что у нас тут интернет не слишком знакомые. Ребята у меня тут, о, о, вот они бегают на месте. Ребят, вы сильно не пугаетесь, если периодически в записи вот такое вот будет происходить, что там кто-то бегает, кто-то телепортируется, потому что, ну, иначе никак не позаписывать видео, но зато это эксклюзивно записанное в Осло, практически в центре города видео, и поэтому мы так бегаем. Хотя тут должен быть хороший интернет. Но кто-то, возможно, его подъедает. Да. Вот, есть такие жучки, которые едят интернет? Ой, по поводу жучков, кстати. Мы же, получается, одну ночь провели в Гетеборге, потому что мы туда прилетели, там немножко посмотрели все, вот, да, там был домик, ребят, ну, я думаю, что обзор домика будет на 10 тысяч лайков, да? Ладно. Ну, это много, мне кажется, сейчас уже никто не смотрит, вот это вот. надо, если вы смотрите это видео, можете поставить лайк, вот сейчас, прям, вот, не в телеге, уже половина видео, А мы не говорили, да? Да. Ну, все это да, елки-палки. Елки-палки. Ну, про телегу говорили, про лайки не говорили. Не говорили, да. Ну, Ну, короче говоря, я к чему, я к тому, что там домики в огромном количестве деревянные полностью, и мы жили как раз-таки в таком. Ага. И сразу вот думаешь, блин, сейчас жучка вот сюда запусти, ну, там, 10 штучек, и все, домика не будет. Едем в дом, конечно. Просто буквально съезд в дом. Да. А еще тут все настолько безопасно, как мне кажется, что ключ, ну, вернее, код от домика, в котором мы заселялись в Гютебурге, мне дали за неделю до того, как мы приехали. И код сработал. О, о, а можно, можно я расскажу, можно я расскажу. Когда, значит, в Москве снималась квартирка, мне этот код дали исключительно после оплаты, не секундой раньше, только вот оплата, вот вам, пожалуйста, код. Тут, как Лана сказала, за неделю до того, как ты там... Оплата была, мы просто не заселились, понимаешь? вообще, кстати, да, отмена бесплатная была. Мы могли бы, вероятно, знаешь, за неделю туда прийти, ключики взять, дубликат какой-то сделать и вообще... Так, ты что говоришь такое? Нет, Нет, шведы не слышат тебя, и все, и начнут тоже опасаться, что вот приедет такая кошка Лана очень умная, и все. Я же так не сделала. Ну смотри. Я же так даже не подумала, просто я удивлена, что... Не подумала, зато в видео рассказала. Но сказала, как-то не подумала. Да. Сейчас рассвет будет, ребят, смотрите. Да-да. О, ой, тут говорят, стоп, сну. Что это значит? Остановить сон. Тут еще что-то, сну. Но это, возможно, сюда нельзя, но мы все равно сюда пойдем. Вот по такой дорожке мы ехали, кстати, сюда. Очень похоже было. Я немножко поснимал. Да. Пусти. Это сну называется. Видите, нас не пускало. Ну и пожалуйста. А сюда пустите? Ну и ладно. Тут тоже куда-то нельзя. А вот туда, где-то дома. Туда, наверное, можно? Ну тут такое. Ничего интересного. Мы в похожем месте здесь возникли. Вот. А в... Возникли. А мы когда зашли? Ой, я не видела такого магазина киви. Ну как что? Я тоже не видела. Как жабка в Польше. Этот киви. Ребят, меня похитил шкаф-колодильник. Помогите. Спасите. Как это? Нет, не идите сюда. Ой, я не пойду к вам. Я к вам не пойду. Блин. До свидания. Оставайтесь там сами. Нет, спаси нас, пожалуйста. О, господи. Я, я в зазеркалье, ребят. Чего? О, интересно. Я попала в дом. Я не могу выйти. Я в окне. Посмотрите, я в окне. Куда смотреть? Ну, выйдите на улицу. Я не могу выйти. А ее же не может. Я вот иду, но я не вижу. Я вижу тебя. Я призраку. Ладно, я выйду отсюда. Тут есть дверь. Давай. Блин, тут дверь есть, но спуска на первый этаж. Нет, мне надо на первый этаж. О, есть спуск. Я сейчас выйду. Я сейчас выйду. Я выйду. Нет. Я на веру. Серьезно? Через дверь? Что? Это неправильная дверь. Помогите. Спасите. Ладно, смотрите, я сейчас телепортируюсь. Хотите? Ну-ка, покажи. А куда ты? А как ты? А ты где? Я в холодильник. А, обратно. Вместо хитро. О, привет. Смотрите, я могу опять так сделать. Опа. Ты че? А, ты взяла в руки какой-то предмет, теперь его достаешь, тебя телепортируют туда. прикольно выглядит. Такое уже бывало. Так у Джессики появилась роборука, потому что ее оторвало пончиком. Какой кошмар. Да, так было. А это что за покемоны тут, что ли? Ну вот, покемоны ловят шарик. А, тьфу ты, Сейчас ты наговоришь, что тебя выгонят из страны, а это какой-нибудь, знаешь, знаменитый, знаменитый магаз, а ты смеешься тут. Я не смеюсь. Я что-то вижу тут. Их. О, тут хорошо видно. Дорожки кусочек, там мостик какой-то. Кажется, мы не всю карту посмотрели, но в целом мы-то и тут тоже мало что посмотрели. Я хотела вам сказать, как нам ключи выдавали от этой квартиры. Возможно, вы это услышите в рум-туре, потому что Ёши уже говорил, я краем уха слушала. Но я тут повторю, для тех, кто не захочет к нам, там может в Телеграм, может быть не может, или узнает этого всего, хотя вы многое теряете. Так вот, он мне пишет, я ключи, говорит, в конвертике оставлю в магазинчике. Он там 200 метров от дома, он мне адреса не дал, просто фотку этого магазина скинул. И такой, типа, говорит, ну вот там заберете, там на кассу подойдешь и заберешь ключи от дома. А чтобы вы понимали, там адрес написан на конверте. Ага. То есть он отдал этот ключик, вот тут мусорка летает. Забавно. И буквально, буквально так и было. Получается, мы просто забрали, это девушка долго не могла понять, вообще в чем дело, потом нашла, отдала и такая, да, прикольно, держите. И мы пришли. И вот так мы заселились, это самое, наверное, уникальное заселение за все время, сколько мы везде снимаем всякие квартиры. Ну там в магазине зайдете, ни адреса, просто фотку. А знаете, как квартиру, он не сказал номер квартиры, он сказал, ну там зонтик у двери стоит. Да? Да, да, да. И вот так это и было, собственно. Поэтому прикольная страна, нас пока что все радует, удивляет. Мы тут очень вкусных суши, покушали. Ой, кстати, да. Кстати, довольно недорого. Нас пугала тетка, что очень дорого, а на самом деле недорого. Ну именно это. Да, на границе, которая, да. Да, да, да. Она такая, а вы точно бы съесть деньги? Ну, короче, да. Но в целом, пока что впечатление очень хорошее, так что если хотите следить за нашими путешествиями, подписывайтесь в наш телеграм. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Пока!